В селе Шаблыкино и Шимского района открыли новый дом культуры. Модульное здание было построено за счет районного бюджета. Такое решение местная власть приняла, когда поселение осталось без клуба и без школы. На событии присутствовала и Оксана Павлова. Этого события шаблыкинцы ждали два года. Потому и мороз нипочем, и шутки воспринимаются ярче. Рад событию народ, старый, млад и даже куры, населев Шаблыкино, открыли дом культуры. Модульный дом культуры в Шаблыкино возвели за полгода. Обошелся он районному бюджету в 15 миллионов рублей. Пока деревня поет, значит, деревня будет жить. Перестанет играть гармошкой, перестанет люди петь, все, приехали. Поэтому, когда в условиях жесткого финансирования, при отсутствии вообще средств в нужном количестве, появляется очаг культуры, то это дорогого стоит. Последние 10 лет шаблыкинцам как-то не везло. Сначала закрыли старый клуб по причине аварийности здания. И вся местная культура переехала в школу. Но потом и школа рухнула. Но с этого года в селе началась новая эпоха. На главной улице положили асфальт, а теперь есть и очаг культуры. Конечно, это не может не радовать. И мы сегодня понимаем, что вот это учреждение, которое сегодня мы открываем, оно совершенно новый импульс, придаст развитию культуры, развитию духовности в этом селе. И талантами шаблыкинская земля богата. Вокальная группа «Сибирячка», оставшись без клуба, не сдавалась и продолжала репетировать. 15 вокалисток оттачивали репертуар, встречаясь в сельской администрации. У нас очень сплоченный коллектив. Мы очень душевно друг к другу относимся, понимаем друг друга. Открытие клуба отметили большим концертом. Со своими номерами к шаблыкинцам приехали коллективы из соседних сел. Праздник отгремел, а селяне уже планируют, чем будут здесь заниматься. Ну, мы думаем, что женщины, вот моего возраста, отодвинем сиденья, ну вот так чуть-чуть, и будем заниматься гимнастикой. Мы к этому уже готовимся. Должно быть на селе место, где можно собраться все вместе, повеселиться отдохнуть и просто чем-то интересным заняться. И Новый год здесь отметят наверняка с размахом. Оксана Павлова, Евгений Питько, Тюменское время.